20-е годы Российской империи Главной причиной кризису было тое, что развитие новых капиталистичных относин стремливалось феодальными пережитками. Больше селянских господарок на наших землях попросту не имело достатковой земли, чтобы обеспечить себе необходимое количество продуктов хорчевания. Социальная напряженность городов-весок створала сприяльные умовы для возникновения и деятельности политических партий. На початку на территории Беларуси деяничали только агульно-российские, польские и еврейские партии. Первая белорусская политическая партия была створена в Снежне 1902 года на съезде представников студентских и учневских гуртков в Вильне, Менска и Петербурга. Она отримала назву «Белорусская революционная громада», а праздники часа была переименована в Белорусскую социалистичную громаду. В 1906 году свой другий съезд провела наша первая политическая партия, белорусская социалистичная громада, та, якая записала в постанове, что своей ближайшей мэтой на мае знищение царского самовладзе и стверждение демократичных свободов у супольным с іншими народами империи змаганье. О национальном питании первая программа продугледживала утворение незалежной белорусской демократичной республики. Засновальниками белорусской социалистичной громады были браты Луцкевичи, Вацлав Ивановский, Олесь Бурбис, Аллаиза Пашкевич, Вацлав Ластовский, Карусь Каганец и инжи. Революция в Российской империи 1905-1997 годов была спровокована паразой у войне с Японией, паразой России. Как тогда сказали, это, вернее, известный лозунг царские дьячы, министры, потребна маленькая переможная война, чтобы заховать парад, чтобы стишить революционный настрой. Но казалось, что эта азиатская страна Япония обогнала Россию в многих голенах. Она провела модернизацию, она провела индустриализацию, и она сбудовала сучасную армию, сучасный флот и разгромила Россию як на сушу, так и на море. И ось тады вот эта самодержавья, а пошнебастаен самодержавья у Европе, да утрэшчена. Пачатком Первой Российской революции з'явилися падеи 9 студеня 1905 года у Петербургу, калеву вынеку расстрелу демонстрантов загинула больше за тысячу человек. Гэты дзеню вайшовут исторуй падназвай «Крывавая неделя» и сколыхнул усю империю. Формами боротьбы с самодержавьем стали стачки и демонстрации у городах, а так само забастовки у вёсках. Революционные падеи отбываляся у многих городах и местечках Беларуси. И як оказалось, не безвынякова. Той або інший удзел або спачування до революции выказывалися во всіх колах, окрямя, може быть, дваранских. И буйная буржуазия подтрымливала эту революцию. Середняя дык удзельничала в этой революции. А, конечно, основной силой были рабочие и селяне. И треба сказать, что эта революция, яшчэ адна прадушину, яшчэ дала адну прадушину в этом бетоне самодержавья, яна облегчила ситуацию национальностёв, ситуацию народаў России. 17-го кастрычника 1905-го года российский цар Миколай II подписал мунифест об адвящэнні дэмократычных свавод і худкім скліканні Державныў Думы законодавчымі полномоцтвам. Гэтую на віну віталі як першую перамогу революции. А ўжо на наступны дзень 18-го кастрычніку ў Мэнску на привакзальной площы сабраліся на мітэнг тысячы чугунышніков. Па загадзе губернатора Курлова вайсковцы адкрылі агонь па мітэнговцам. У выніку загінула каля ста чалавек. Яшчэ каля трохсот было паранено. Гэтая падзея атрымалі назву «Курловскі расстрэл» і сталі причыны працяглых забастовак чугунышнікаў па ўсёй Беларусі. Пратэсты працягваліся яшчэ наступныя паўгады. Мэніфест Мэкалая Другога абы досканаліні дзэрзавна апаратку, які зявіўся 30-го кастрычніка 1905-го году і абвіщав дэмократычныя свабоды, ў Беларусі меў свае асаблівасці. Да, па прикладу, неглідачы на абвіщэння свабоды веравы знання, ўніяцкая вера працягвалас знаходзіцца пад забаронай. І, як свечуць історікі нашы царквы, каля 4 мільйона беларусов, які таемна заховывалі вернасць ўніяцтву, вымасыны былі пасля гэтага перайсці ў Рыма каталіцтва. Цяпір згодна з царскім маніфестам, палітычныя парты маглі тэнічыцццаўкам лігальна. У студені 1906-го года ў Мэнску адбылся другі з'язд беларускай соцзэлистычныя грамады. Сярод іншага, ў дзельнікі з'язду выказыліся за утварэння Расейской Федератывной Дэмократычной Рэспубліки і культурно-національну ўтаномію ўсіх яе народаў. У Першую Дзержавную Думу было абрано 36 дэпутатов ад беларускіх землів. Дума вялась сваю працю с красавяка паліпінь 1906-го года, аднак паразуміння з урадам так і не знайшла. Для беларусу гэтэй рэвалюціі вёльмі важны складнік національны. Таму што ад страху перад этэмі патрасэннямі цар яго атачэння пайшло на лібералізацію. І ў приватнасці было дазволяно національна жыццё, праявы національна жыцця. У Першыню з'явілася махчымасць выдаваць легальну ў беларускую прэсу. З'явіліся перші газэты «Наша доля», потым «Наша Ніва», депутаты, абраны ад Беларусі ў першім російським парламенте, а маль палова так депутатов вайшла в фракцію так званых «Автанамістів», каторые змагаліся за неку самастойність, за неку автаномію культурну ў межах російсьі. Карачэй, можна сказаць, што гэта революція ў некай ступені припадняла бетонну глыбу над народами російській імпері, і можна було дыхать свежим паветрам. Із гэта га скарасталі так сама беларусы. Першая російська революція выявіла мнозто проблемоў у громадстві, рашэння яких так і не було знайден. І палітичныя, і аграрнае пытанні засталіся без адказу. Аднак для беларусів гэта падзеї заклалі основу ідеалу незалежності, падмурак ідеї ўласной дзержавності. І надзею на з'яснення гэтых марл. ДОТСПИШИСЬ НА СЦЦІВНІУЇ СЦІВНІЇ СЦІВНІУЇ Субтитры создавал DimaTorzok